Можно будет потом послушать, какие-то моменты для себя, может быть, повторно посмотреть, или если вы не можете до конца досмотреть, тогда потом посмотрите в записи. Точно так же пришлем все слайды и сможете ознакомиться с материалами, посмотреть ссылки, которые будут в презентации. И точно так же на слайдах будут наши контакты. Таня, мою презентацию видно? Да, все в порядке. Значит, мы с вами в этой части инфодня поговорим о возможностях финансирования для некоммерческих организаций. То есть, как уже Татьяна упоминала, что организация хоть и некоммерческая, но никто не запрещает получать доход, используя этот доход на развитие организации и на какую-то деятельность, которая связана именно с организацией. Поэтому для того, чтобы существовать и вести какую-то деятельность, конечно же, необходимы финансовые источники. Опять знакомый слайд МТЮАБИ на русском языке. Я не буду переходить на сайт, вы потом сами сможете посмотреть. Обратите внимание на правую часть экрана. Там есть как раз-таки наш сегодняшний инфодень, есть такая программа подготовки к прыжку в развитии и так далее. Это календарь. Здесь в календаре можно смотреть события, мероприятия. И точно так же здесь видны сроки подачи каких-либо проектов или программ, которые открыты. Поэтому можно за ними смотреть. И вот где советы онлайн, слева, там можно будет посмотреть тоже источники финансирования. И даже есть такое руководство по написанию проекта. У меня тоже в презентации будет на него ссылка. Опять к нашему сайту ivic.ee. Здесь вы видите такой раздел, где некоммерческая организация, меры поддержки. Вот так он у нас выглядит. Здесь вот есть открытые меры поддержки. То есть там прям целый календарь на этой странице есть, где есть название программы, ссылка на эту программу, краткое описание, на что можно получить финансирование, до какого срока открыты данные программы, меры. И если инфодень, то тогда ставим информацию о том, когда будет проходить инфодень. Заходите на наш сайт, смотрите. Я в чате кидала ссылочку, как можно подписаться на рассылку. То есть рассылку мы делаем в основном раз в месяц. И там такая сборная информация и какие мероприятия, и какие источники финансирования, может быть, какие-то изменения в законе. Но если вы хотите постоянно быть в курсе, то подписывайтесь или на Facebook, или заходите на наш сайт, смотрите, какие меры поддержки для некоммерческих организаций открыты. Поэтому следите и будьте в курсе. Возможности финансирования. Их 8, и мы поговорим о всех коротко, и, может быть, на проектных пособиях остановимся чуть поподробнее. Первая возможность – это членские взносы. Членские взносы могут быть в организации, но они абсолютно необязательны. То есть это как вы решите при учреждении вашей организации и как решит общее собрание вашей некоммерческой организации. То есть сумма может быть абсолютно небольшая, в зависимости от того, сколько у вас членов, какая у вас организация. И вы сами продумываете, куда вы эти деньги будете направлять. То есть, возможно, если у вас есть какое-то свое помещение, то членские взносы будут поправляться на оплату аренды или коммунальных расходов этого помещения. Может быть, там и оплата телефона, и интернета члена правления. Опять-таки, если вы ведете активно какую-то деятельность, то есть расходы, которые возникают при этой деятельности, и поэтому необходимо их как-то покрывать. Член правления ни в коем случае не должен это делать за свой счет. То есть нужно искать какие-то возможности. И есть какие-то расходы, опять-таки, повторюсь, коммунальные расходы, расходы на канцелярию и так далее, на которые сложно получить поддержку из проектов, поэтому членские взносы здесь очень бы пригодились. Но подумайте, обсудите с вашими, скажем так, членами, или членами правления, какую сумму члены вашей организации смогут потянуть. То есть чтобы это не было для них какой-то большой финансовой нагрузкой. Следующий источник дохода для некоммерческой организации – это спонсорство. То есть вы можете обратиться к крупным, и, может быть, не очень крупным фирмам, каким-то предприятиям, магазинам. То есть кто действует в вашем уезде, в вашем регионе, городе, и предложить им стать вашим спонсором. Но со своей стороны вы должны предложить им, скажем так, что-то взамен. Обычно это бывает так, что вы проводите какое-то мероприятие, может быть, семинар, обучение и так далее, и спонсор, в свою очередь, просит, дав вам деньги, просит поставить его логотип, упомянуть на своем мероприятии. Если вы пишете какой-то пост в социальных сетях или статья в газету, то опять-таки упомянуть спонсора. То есть вы получаете финансовую поддержку, спонсор получает благодаря вам рекламу. Не всегда спонсорство – это финансовая поддержка. Когда-то это могут быть и какие-то предметы. То есть, допустим, вам нужны для обучения маркеры, бумага и так далее, и вам какой-то магазин техники или канцелярских товаров может дать эти товары, услуги. Например, если вы устраиваете, скажем так, какие-то вечера, и вам какой-то магазин готов предоставить, допустим, чай, печенье и так далее, чтобы вы могли собираться, общаться между собой. Почему нет? Это тоже спонсорская помощь. Кто-то, может быть, вам даст какую-то комнату у себя в ферме, организации, где вы могли бы собираться и обсуждать свою деятельность, встречаться и так далее. То есть вариантов много, нужно просто обсуждать. И со спонсорами, конечно же, лучше встречаться лично, попросить о встрече и тогда уже рассказать о вашей организации, кто вы, чем вы занимаетесь, и найти совместно возможность, как они могли бы вас поддержать. Дальше такой вариант, как пожертвование. То есть это могут быть как и финансы, а может быть, как и нефинансовая помощь. Допустим, кто-то может вам пожертвовать свое свободное время, помочь вам в вашей организации, условно, может быть, будет приходить и помогать вам убираться после каких-то мероприятий, или, наоборот, пожертвовать или предложить помощь и поделиться своими знаниями и опытом, может быть, провести какую-то лекцию, семинар какой-то, рассказать о каких-то возможностях. В отличие от спонсорства, пожертвования не несут никаких обязательств. То есть у вас нет обязательств перед тем, кто вам помогает, вы не должны его как-то рекламировать, выставлять его в логотип и так далее. То есть вы уже на добровольной основе можете это делать. То есть если вы хотите поблагодарить потом этого человека или организацию, вы о нем обязательно напишите и поблагодарите за его помощь. Вот видите, синим здесь выделена ссылка такая, список освобожденных от налогообложений некоммерческих организаций, фондов и религиозных объединений. Это тоже такая отдельно большая тема, да, и я в чатке дала информацию о семинаре по налогам, то есть чтобы не платить налоги с пожертвований, нужно вступить или добавиться вот в этот список некоммерческих организаций, вот, и как это сделать и как туда можно ходатайствовать, это можно будет услышать на инфо-дне, да, или можно тогда обратиться к нам за помощью этой консультации, мы расскажем, как это сделать. Но для того, чтобы попасть в этот список, то организация должна работать не меньше шести месяцев и должен быть предоставлен годовой отчет, то есть это обязательное требование. И в Эстонии есть такой день, возможно, вы уже о нем слышали, это называется День хороших дел или толока по сбору пожертвований. В этом году это будет проходить 28 ноября. По ссылке можно посмотреть этот сайт, он есть на русском языке, и в этот день все организации, которые присоединились к этой акции, они занесены на одну карту, да, и все, кто хотят пожертвовать деньги, они могут оказать помощь организациям, то есть любая организация может зайти, посмотреть эту интерактивную карту, посмотреть, чем организация занимается. И точно так же в этот день можно устроить какое-то мероприятие, будь то день открытых дверей, будь то какая-то ярмарка или что-то, да, и точно так же собирать пожертвования. То есть для того, чтобы собирать пожертвования, да, вот, например, кто из Идафирмы у нас здесь, да, есть, у нас есть в Нарве торговые центры Астри и Фама, у них есть возможность ставить так называемый ящик пожертвований, он у них стоит, по-моему, с ноября или декабря, и каждый месяц они меняют организацию, для которой они собирают пожертвования. То есть организация может найти, для чего им нужны эти пожертвования, да, и объявляется такая акция, где, в которой может поучаствовать каждый посетитель этого торгового центра. И когда вы будете, допустим, делать какой-то призыв или у себя, может быть, через сайт, да, или при помощи каких-то партнеров, то подумайте, чем ваше объединение, ваша организация отличается, почему люди должны помогать вам. И вот здесь есть такое, сделайте пожертвования легким, это в том плане, чтобы счет вашей организации был доступен, то есть если у вас есть сайт, да, то чтобы, этот был доступен на сайте, если это ящик пожертвований, да, то чтобы было понятно, что это пожертвование идет именно в вашу организацию. Если вы проводите какие-то мероприятия, то этот ящик может стоять у вас на мероприятии, да, но опять-таки вот здесь важно ознакомиться с так называемой памяткой, как этот ящик устанавливать, как потом эти средства использовать, как их, скажем так, со стороны бухгалтерии учитывать, то есть это тоже необходимо посмотреть, продумать. Организация может зарабатывать собственный доход, то есть вот у нас здесь был пример, да, и йоги, и мыловарение и так далее, то есть каждая организация может предоставлять какие-то услуги или продавать какой-то товар. Обязательно важно подумать и продумать с членами управления, сколько будет стоить ваша услуга или товар. То есть это хоть и не коммерческая организация, да, но вы должны продумать бизнес-модель и составить финансовые прогнозы и своего рода бизнес-план. Он, конечно, может быть не такой сложный, как у коммерческой организации, но все равно вы должны подумать, сколько вы хотите заработать, сделать анализ конкурентов. Есть ли кто-то вокруг, кто предоставляет подобные услуги, сколько у них это стоит. Если вы примерно представляете, кто ваши потенциальные клиенты, да, может быть с ними пообщаться и узнать у них, сколько они готовы платить за товары или услугу, и тогда уже назначать стоимость вашей товара или услуги. Очень важно себя оценить правильно и, скажем так, не недооценивать. То есть не нужно занижать, чувствовать себя, что вот я не коммерческая организация, я не могу брать много денег. То есть оцените себя адекватно и так, чтобы вы покрывали свои расходы, которые у вас идут на товар или на изготовление товара, да, или на предоставление услуги. То есть оценивайте себя адекватно. Учитывайте, какие ресурсы вам потребуются для того, чтобы изготовить товар или услугу. То есть если у вас кто-то будет предоставлять эту услугу от имени вашей организации, сколько этот человек хочет получать заработную плату, сколько вам потребуется заплатить налогов. То есть все такие нюансы необходимо продумать. И если вы вдруг, скажем так, в затруднении и не можете сделать это самостоятельно, то можно продумать это вместе с консультантами, да, то есть прийти или записаться к нам на консультацию, и мы вместе подумаем, сколько вам запросить, допустим, за вашу услугу. Опять-таки, если вы в регионе, может быть, не так давно, да, и консультант со своей стороны знает регион и организации, которые работают в этом регионе лучше, да, то почему бы и не спросить совета. Есть в Эстонии такое понятие, как социальное предпринимательство. То есть откуда оно возникло? Очень часто все социальные вопросы, они ложатся на плечи местного самоправления, государства, коммерческие предприятия этим не занимаются, потому что это для них невыгодно, а не коммерческие организации как раз-таки могут решать какие-то социальные проблемы, которые есть в самоуправлении, и очень часто местное самоуправление тоже на себя не берет такие обязательства, потому что это занимает очень много времени, у них не хватает компетенции, не хватает работников, и они ищут так называемого партнера. И в этом случае может на помощь прийти некоммерческая организация, то есть те, кому близко, скажем так, близки социальные какие-то проблемы или кто близок к социальной сфере, можно узнать об этом побольше. И почему бы не обратиться в местное самоправление, где вы, скажем так, живете, в социальный отдел, в социальный департамент, и узнать, какие услуги им бы понадобились, были бы необходимы. Например, я нахожусь как консультант в Ихве, да, и мне недавно буквально звонили из Ихвиского волосного управления, спрашивали, что есть ли некоммерческие организации, которые оказывают сферы в социальные услуги, и им были необходимы люди, которые оказывают уход на дому за пожилыми людьми, вот, то есть искали такие организации. И у каждого в местном своем управлении есть определенный порядок, это будет тоже на следующих слайдах, как они эту услугу могут, скажем так, у вас купить. Обычно они объявляют конкурс, и вам необходимо подавать документы. Это почти как проект, да, только это называется государственная поставка, да, государственная, пусть это не пугает, хоть это будет на местном уровне, да, но называть это у нас государственная поставка. То есть нужно ознакомиться с условиями, подумать, сможете ли вы заполнить данные документы, или вам нужна помощь, но прежде всего важно найти ту нишу, в которой вы могли бы свои услуги предлагать. И вот опять-таки оказывание общественных услуг, то есть общественная услуга – это услуга, которая предоставляет или местное самоправление, или государство, но, как уже сказала, часто не хватает сил, времени, возможностей работников, не хватает, может быть, средств, то есть всегда, скажем так, дороже содержать у себя на балансе для местного самоправления какую-то организацию, проще и дешевле закупить услугу. Очень часто это связано со сферой культуры, спорта, работа с молодежью, детьми, то есть все, что касается образования по интересам, каких-то мастер-классов, занятия там спортом, танцами, тренировки – вот это все может быть общественной услугой, да, и почему бы не предлагать такие услуги на местном уровне. Но нужно изучить рынок, да, и свое местное самоправление, что есть ли у вас какая-то уникальная услуга, да, или, может быть, вы можете не создавать свою некоммерческую организацию, а как-то присоединиться уже к действующей организации. То есть здесь нужно смотреть. И вот последний, да, здесь пункт, что самоправление не видит достаточного количества способных некоммерческих организаций для работы, а некоммерческие организации говорят, что у них нет информации о возможности партнерства, как сотрудничать с местным самоправлением, городом или волостью. То есть здесь нужно налаживать контакты, да, общайтесь с местным самоправлением, узнавайте, кто отвечает за конкретную сферу, и узнавайте, как вы могли бы быть полезны со своей организацией, да, если опять-таки это как-то связано с местным самоправлением, социальной сферой культуры, спортом, образованием и так далее. Пособие на деятельность. Пособие на деятельность выделяется или государством, или местным самоправлением. Что касается государства, у меня будут там позже ссылки на сайты, где это можно будет смотреть. Что касается местного самоправления, то на сайте каждого города, каждый волость, такой порядок есть. То есть есть порядок поддержки некоммерческих организаций. Если вы работаете в сфере культуры или социальной сфере, то есть отдельно порядки обычно на культуру, молодежную работу, и отдельно на социальную сферу. нужно зайти на страницу самоправления и посмотреть, что поддерживается, как поддерживается, сколько раз в год можно подавать ходатайство. Где-то это происходит поквартально, где-то раз в полгода, где-то раз в год. И какие условия. То есть очень часто, как и в пособии на деятельность, точно так же и в проектной деятельности, о чем мы будем говорить позже, смотрят на то, когда зарегистрирована организация. То есть есть и фонды, и, возможно, есть самоуправление. Я сейчас не буду за все самоуправления говорить. Где важно, чтобы организация уже была зарегистрирована и работала как минимум год. А есть те, кто готовы поддержать организацию и сразу же. То есть организация зарегистрировалась, начала свою деятельность и, в принципе, уже может ходатайствовать на какое-то пособие. Нужно тщательно изучать тем порядки и смотреть именно на этот пункт, что попадаете ли вы под условия или не попадаете. И всегда внимательно читайте вот эти порядки, на основе которых город, волость поддерживает деятельность некоммерческих организаций. И самое, наверное, такое важное – это проектное финансирование. То есть то, что может принести, наверное, скажем так, основную часть денег. Если вы, допустим, не предоставляете услуги или не продаете какие-то товары, то проектное финансирование – это то, что вам поможет проводить какие-то, скажем так, одноразовые акции, проекты. Но срок проектов может быть разный. Это может быть проект, который длился месяц. Может быть какое-то мероприятие, которое прошло за один день. А может быть проект, который длится целый год. То есть это нужно смотреть, какой проект вы хотите подавать. И в первую очередь, когда вы думаете о подаче проекта, то определитесь, для чего вам нужно написать проект. Очень часто некоммерческие организации обращаются с таким вопросом, что можно ли при помощи проекта получать заработную плату. Зависит от условий фонда. Иногда поддерживается, допустим, зарплата руководителя проекта и, может быть, расходы на бухгалтерию. Но это не всегда. То есть, скажем так, есть крупные организации, которые из проектных денег получают заработную плату. Но чаще всего, да, и особенно на начальном этапе, когда вы начнете писать проекты и подавать ходатайство, да, рассчитываете на то, что проектное финансирование пойдет именно на какую-то деятельность одноразовую, да. Вот. То есть, когда думаете над проектом, поставьте перед собой цель, зачем вам этот проект нужен. Подумайте обязательно, есть ли у вас команда, которая готова вместе с вами, так как одному будет очень сложно провести проект. То есть, нужна команда, как минимум 2-3 человека еще вместе с вами, которые и на начальном этапе будут продумывать проект, да, которые потом будут и вести бухгалтерию, и заниматься коммуникацией и рекламой. Кто будет, может быть, на месте вам помогать, то есть, там, буквально, не знаю, регистрировать на месте, да, там, подготавливать помещение. То есть, все такие нюансы нужно продумывать, и не рассчитывайте только на свои силы. Подумайте, какие результаты вы хотите получить, как повлияет на людей, которых вы хотите привлечь к проекту, устойчивость, да, и жизнеспособность. То есть, очень часто в проектах спрашиваются, что будет после того, как ваш проект закончится, то есть, какое у него будет влияние после того, как вы его проведете. Это очень важно, чтобы то дело, которое вы при помощи вашего проекта начнете, продолжило в какой-то мере оказывать влияние или существовать даже после проекта. И когда вы задумываетесь о проекте, то убедитесь, что у вас есть ресурсы. Почему ресурс, да, то есть, это не только те деньги, которые получите при помощи проекта, да, но и очень часто требуется самофинансирование. Где-то это может быть 5% от той суммы, которую вы хотите получить. В основном это 10-15% от суммы вашего проекта. То есть, они у вас должны быть. Поэтому рассчитывайте на это, опять-таки, люди, да, и время. То есть, если у вас есть основная работа, есть какая-то работа повседневная в вашей некоммерческой организации плюсом, да, плюс какие-то домашние дела, семья и так далее, что готовы ли вы еще плюс к этому заниматься проектом, хватит ли у вас на это силы, времени и, опять-таки, почему важна команда, да, что вы, как руководитель проекта, должны уметь делегировать, не тянуть все в одиночку, а уметь распределить роли между членами команды, да, и как руководитель, скажем так, координировать их деятельность. Вот последний пункт – это руководство по составлению проектной заявки на русском языке. То есть, там можно посмотреть, как составлять проект, из каких частей он состоит. Это, скажем так, довольно универсальное руководство, но у каждого фонда есть свои требования, поэтому очень важно всегда читать их условия и как мы можем со своей стороны, как консультанты, помочь. То есть, можно, вы увидели какой-то проектный конкурс, да, можно нам написать, позвонить, что вот у меня есть идея, подходит ли она под этот конкурс. Если у вас просто есть идея, но нет фонда, да, то можно тоже написать, что вот такая идея, куда вы посоветуете ходатайство отправить. И плюс, как начинающий, да, человек, который пишет проекты, опять-таки, можно обратиться, мы подскажем, что за форма, что в конкретном пункте нужно писать. Если вы уже написали проект, то мы можем его прочитать и дать оценку, и как-то прокомментировать, дополнить, добавить, что где-то, где-то, может быть, исправить. То есть, вообще, в любом случае, если вы пишете проект, и там точно так же и бизнес-план, и любой документ, который вы пишете, лучше дать прочитать человеку со стороны. Вот если кто-то будет к особой безработице подавать бизнес-план, да, то тоже обязательно дайте кому-то его прочитать, потому что вы понимаете все, что вы там пишете, вы знаете каждый пункт, вам кажется, все понятно. Вы дадите прочитать другому человеку, он, может, вообще ничего не поймет. То есть, всегда нужен сторонний взгляд, и консультанты вам в этом помогут. Точно так же, если вы пишете бизнес-план для кассы по безработице, да, то можно обратиться к консультантам по предпринимательству. Они вам помогут в составлении бизнес-плана. Но подчеркну, что мы не пишем проекты за вас. То есть, проекты вы пишете сами, мы вам только оказываем помощь и поддержку, консультируем, помогаем. И точно так же мы не перевозим, потому что бывает, приходит проект на русском, да, подавать нужно его всегда, конечно, на эстонском. Есть фонды, которые принимают на английском. Мы переводом не занимаемся. То есть, тот же самый Google Translate, да, как уже Людмила говорила, вы можете перевести при помощи Google Translate, и мы можем немножко его подкорректировать, но переводить с нуля, это будет слишком, скажем так, затратно, да, и это не является нашей основной деятельностью. Проектное финансирование, да. Дальше будут еще слайды, где поподробнее будет по программе. То есть, у нас есть местные, государственные, есть европейские программы. Каждая программа имеет свои условия, критерии оценки, и которые меняются. То есть, например, вам кто-то посоветовал обратиться в такой-то фонд, рассказал свой опыт, как он подавал, как он писал ходатайство, может быть, даже прислал свое ходатайство прошлогоднее для образца. Это не значит, что в этом году все будет точно так же. Меняются и условия, меняется и форма подачи. Если год назад можно было еще отправить ходатайство на e-mail, то сегодня уже подается через систему. Критерии оценки могут меняться. То есть, в прошлом году было такое направление важно, в этом году уже другое. То есть, всегда важно почитать, вникнуть, понять. Если не справляетесь, приходите на консультацию, да, мы подскажем, потому что все эти документы на эстонка. Может быть, что-то будет непонятно и сложно. Вот еще раз, довольно часто встречается требование, некоммерческой организации, должна существовать год, но не обязательно. Есть фонды и программы, как, например, программа поддержки местной инициативы. Она в каждом уезде два раза в год. Там такого требования нет. То есть, вы можете сейчас зарегистрироваться, и в марте, когда будет эта программа открыта, уже сможете подать ходатайство. Также отмечу, что нет такого универсального фонда, который поддерживает все идеи. Всегда нужно смотреть фонд, его условия, и, возможно, как-то нужно подкорректировать вашу идею под условия фонда. Допустим, вы хотите провести какое-то мероприятие, и, скажем так, культурные мероприятия, но фонд не поддерживает культуру в чистом виде. Они поддерживают, допустим, обучение. Тогда вы думаете, что, может быть, вы проведете какое-то неформальное обучение, и какой-то концерт станет завершающим этапом вашего проекта. То есть, всегда читайте условия и думайте, или сами вместе со своей командой, или с консультантом, как вашу идею можно повернуть в сторону к проекту, чтобы его поддержали. И еще важно, что те, кто начинают писать проекты, не должны опускать руки. То есть, вы подали один проект, его не поддержали. Такое бывает, такое часто случается. И в этой, скажем так, вашей вины или вины консультанта, который вам помогал, нет. Просто у фонда ограниченное количество средств. Они не могут поддержать всех. Может быть, еще недостаточно знать вашу организацию. Может быть, идея оказалась, скажем так, не настолько актуальной. Или просто ваше ходатайство набрало чуть меньше баллов, и поэтому вас не поддержали. Это не значит, что нужно все бросать и больше не писать проектов. То есть, чем больше вы пишете, тем больше вы набираетесь опыта, каких-то знаний, и тем больше у вас, скажем так, шансов получить эти деньги в следующий раз. И по возможности, если вы решили подавать куда-то ходатайство, участвуйте в инфодне. Инфодни, конечно, часто проходят на эстонском. И наш центр, и Харима проводим инфодни, ну, какие мы можем проводить на русском языке. То есть старайтесь участвовать, задавать вопросы или писать потом, если вам какие-то пункты непонятны. Значит, поддержки для некоммерческих организаций. Есть, что касается проектов, есть внутриэстонские возможности поддержки, есть так называемые средства по сбору с налога на азартные игры, есть международные возможности и прочие возможности. Что касается внутриэстонских возможностей поддержки, здесь у меня приведены фонды, которые оказывают поддержку некоммерческим организациям. Я сейчас не буду останавливаться на всех фондах у каждого. Вот здесь вот фонда есть ссылочка, она кликабельная. Вы можете посмотреть, почитать. Там есть информация и на русском языке, и на английском, на большинстве сайтов. Отмечу, что есть фонды, как, например, «Капитал культуры». То есть название говорит само за себя. Здесь поддерживаются мероприятия, и вся деятельность, которая связана с культурой, выставками, спортом, музыкой и так далее. У них есть сроки подачи. То есть четыре раза в год можно подавать ходатайство. Где-то это раз в год, где-то два раза в год. То есть нужно смотреть, следить за этим. Допустим, центр интеграции, я чуть позже расскажу. У них сейчас открыто две программы, куда можно было бы подать заявку. Обращу внимание, наверное, еще на департамент по делам образования и молодежи. У них в прошлом году, может быть, кто здесь был уже летом, была такая программа, направленная на отдых детей и молодежи, организация лагерей. На данный момент они сказали, что, скорее всего, такой программы не будет, но, скажем так, стопроцентной уверенности не было. Поэтому, возможно, весной откроют какую-то программу, которая будет, опять-таки, направлена на детей и молодежь и связана как-то с летним отдыхом. Может быть, это будут какие-то поездки для молодежи как раз-таки из Украины, чтобы они сотрудничали и больше общались с молодежью эстоноязычной. То есть советую следить за этим фондом и за их возможностями. Центр инвестиций в окружающую среду, но, опять-таки, вдруг кому-то из вас интересна сфера окружающей среды, то у них есть различные программы, нужно смотреть. И еще скажу, что обязательно смотрите, увидите какой-то проектный конкурс, смотрите, кто может подавать заявку. То есть иногда может и некоммерческая организация подать, а иногда требуется, чтобы подавало местное самоуправление, и некоммерческая организация шла как партнер. То есть если вы видите такой конкурс, и вы считаете, что вы могли бы там поучаствовать, обратитесь обязательно в местное самоуправление, скажите, что есть такая идея, и предложите подать ходатайство вместе. То есть, может быть, город не знает о такой возможности, или у них нет сил и ресурсов, чтобы написать проект. Можно прийти на помощь и выступить в качестве партнера в данном проекте. Что касается средств по сбору с налога на азартные игры. Это Министерство, Министерство культуры, социальных дел, образования и науки и Министерство финансов. То есть Министерство культуры, опять-таки, это все, что связано с культурой спорта. Социальные дела – это, допустим, если вы хотите открыть некоммерческую организацию в социальной направленности, то у них очень часто есть поиск, так называемый, поиск партнеров, когда ищут организацию, которая будет на протяжении определенного времени оказывать какие-то услуги в регионе или по всей Эстонии. Нужно, опять-таки, следить. Министерство образования и науки объявляет чаще всего какие-то единоразовые конкурсы. И здесь могут быть конкурсы, связанные, опять-таки, с детьми, молодежью или со сферой образования. И Министерство финансов, на предыдущем слайде тоже было, они поддерживают в первую очередь так называемую программу поддержки местной инициативы. Это как раз-таки тот конкурс, который будет объявлен в марте и куда могут подавать заявки организации, которые только-только зарегистрировались, но уже могут ходатайствовать. И там есть два направления. Или проводить какую-то деятельность внутри своего города, в области, или какие-то инвестиции делать. Но там суммы небольшие. Две с половиной или четыре тысячи. Две с половиной тысячи на деятельность и четыре тысячи на инвестиции. То есть скоро будут инфодни, в том числе и мы будем устраивать русскоязычный инфодень в марте онлайн. И будем рассказывать более подробно об этой программе. То есть если кто-то уже к этому моменту создаст организацию, то можно будет послушать. И следующий тур ходатайств будет осенью. Можно будет также, допустим, летом организоваться и осенью попробовать подать. Есть такие еще международные возможности. То есть и программа «Диалога Балтика-США», и Европейская комиссия объявляет конкурс. Программа «Эрасмус плюс». Это программа, которая работает с молодежью. В первую очередь, если кто-то, допустим, нацелен на деятельность с молодежью, на какие-то молодежные обмены, на волонтерскую деятельность, то вам сюда, скажем так, и в этой программе не всегда нужно быть зарегистрированным. То есть там и какая-то, скажем так, группа людей, но в данном случае группа молодых людей до 30 лет смогут подавать проекты, даже не будучи зарегистрированным. И опять-таки в марте у нас будет «Инфодень». Там «Эрасмус плюс» будет на русском языке рассказывать о своих программах. То есть если кому-то интересно, эта сфера можно будет послушать. Есть такая программа «Граждане равенства, права и ценности». Это европейская программа, и там все, что связано с гражданским обществом, с равенством полов, наций и так далее, защитой основных прав. Там немножко сложена, наверное, форма ходатайства для начинающих, особенно организаций. Но форма ходатайства там на английском, и там очень важно партнерство и с местным самоправлением, и с другими странами. То есть здесь, скорее всего, спустя какое-то время можно будет подавать ходатайство, если вы будете заинтересованы. Есть также представительство Совета министров северных стран в Эстонии. Это организация, которая поддерживает проекты в области культуры, образования и поддерживает также, скажем так, местное самоправление, чтобы их работники участвовали в программе по обмену опытов. Вот, у них есть тоже сайт на русском языке, можно зайти, почитать, посмотреть. Вот, и какие есть еще прочие возможности. Есть у нас такая в Эстонии платформа совместного финансирования, называется она «Куандия». Ссылка активная, можно на нее зайти. И здесь поддерживаются какие-то инициативы. То есть если у вас есть какая-то идея, вы хотите провести какое-то мероприятие, вы можете на этой платформе опубликовать его, рассказать идею и указать, сколько денежных средств на это вам потребуется. Может быть, у вас необходимость сделать какое-то приобретение для вашей организации. Может быть, вы хотите обустроить помещение, где вы работаете, купить какую-то мебель, может быть, сделать ремонт. То при помощи этой платформы вы можете сделать, скажем так, такой призыв. И платформа доступна для всех. То есть те, кто на нее заходит, они смогут какие-то там небольшие суммы, может быть, 5, 10, 15, 20 и так далее евро, вам пожертвовать на ваш проект или поучаствовать в вашем проекте, скажем так, правильно. Вот платформа довольно популярна. Они также делятся всеми, скажем так, проектами, которые у них опубликованы на своем Фейсбуке. То есть ваши организации могут узнать через эту платформу. Вы сами можете делиться у себя на Фейсбуке или других социальных сетях, скажем так, этим проектом, этой платформой. То есть здесь такое идет именно совместное действие вашей организации, этой платформы и людей, которые готовы вам помочь. И такая программа в Эстонии есть как «Жертвуем время». Здесь можно найти через эту программу людей, которые как-то смогут вам помочь в деятельности вашей организации, может быть, каким-то советом, может быть, провести какое-то небольшое обучение, лекцию и так далее. Вот там есть перечень людей, которые готовы, скажем так, вам как-то помочь. Или вы можете сделать запрос, что нам нужна такая-то помощь, или мы хотим в нашей организации, допустим, подробнее узнать о какой-то теме. И можно найти людей, которые вам в этом помогут, проведут. Вам, условно говоря, какой-то, может быть, мини-семинар. Где можно следить за источниками финансирования? То есть, как я уже показала, сайты, да, центров развития и Довирума, и Харьема. А социальные сети, то есть подписаться на Facebook, допустим, и Довирумского центра предпринимательства, и Харьемского центра предпринимательства. У них тоже есть русскоязычная страница. Подписаться на новостные рассылки, сайты министерств и местных самоуправлений. Там тоже есть и возможность рассылки, или просто почаще туда заходить и знакомиться с новостями, которые там есть, и конкурсами, которые объявлены. Что касается местных самоуправлений, то в любом случае важно следить за тем, что происходит в самоуправлении, где вы живете. Какие там, может быть, мероприятия происходят, где вы, может быть, готовы поучаствовать как организации или как-то как волонтеры, да. Может быть, вам помогут в поиске партнеров, да, и, в принципе, будете в курсе жизни местного самоуправления. Вот. И еще три небольших программы, которые открыты на данный момент, и в которые могут подать ходатайство уже зарегистрированные организации, но почему я об этом говорю, возможно, у вас есть организация, которая вам помогала, когда вы приехали в Эстонию, да. Может быть, есть какое-то украинское общество, сообщество в городе, где вы живете, да, и вот они могли бы подать заявку в одну из этих программ. Сроки программ сейчас вот в феврале будут, но, в принципе, там формы не настолько сложные. То есть, если кто-то заинтересуется, они, в принципе, успеют подать эту заявку. Вот. Первый проект – это проектный конкурс посольств США, и они поддерживают все, что связано с помощью беженцам. То есть, что касается жилья, может быть, и привести жилье в порядок, и, может быть, предоставление каких-то социальных услуг, которые не хватает на местном уровне, да, но необходимо предоставлять беженцам. Что касается трудоустройства, языкового погружения, обучения языку, какие-то информационные материалы. Вот. То есть, в принципе, это поддерживается, и на сайте посольства ссылка есть. Там на английском языке можно почитать. И также у них есть контактное лицо, русскоговорящий молодой человек, я сейчас не помню его имя, можно к нему обратиться. То есть, здесь я призываю вас поделиться этой информацией, да, с какими-то организациями, которые уже зарегистрированы, что, может быть, они могли бы подать заявку, а вы, со своей стороны, могли бы посмотреть, как заявка составляется, да, и что это вообще такое, что готовы ли вы в дальнейшем точно так же писать подобные заявки. Значит, фонд интеграции. Сейчас у них конкурс для проектов по сохранению культуры национальных меньшинств. Очень часто также и русские общества, и украинские, и белорусские, и так далее, да, подают и прочие общества заявки. И конкурс объявлен, максимум 6 тысяч можно получить. И эти конкурсы направлены на то, чтобы национальные меньшинства сохраняли свой язык, свою культуру, да, проводили какие-то мероприятия, опять-таки, инфоматериалы, может быть, какие-то выставки делали. Вот, можно попробовать подать в эту программу. Но, опять-таки, организация должна быть уже зарегистрирована. Поэтому делитесь этой информацией и с вашими партнерами. Вот, и сейчас открыт новый тур для молодых людей, военных беженцев, чтобы они могли сохранять свой язык и связь с языком и культурой. То есть, опять-таки, какие-то мероприятия, мероприятия совместно с эстоноязычной молодежью, мероприятия, которые проводятся культурными обществами украинскими. И, то есть, в принципе, там, ну, немножко схожи с предыдущей программой, но здесь именно целевая группа молодежь до 19 лет. Поэтому условия тоже доступны. Срок подачи 9 февраля. То есть, если есть организация, которая готова сейчас написать проект и поддержать вас, то можно попробовать им предложить подать заявку. Поэтому поделитесь с ними этой информацией, если они не знают. И в заключении нашей контакты подчеркну, да, что мы всегда готовы помочь поискать источник финансирования, где вы можете подать какой-то проект, да, и в том числе помочь вам составить или оценить, посмотреть предварительно ваш проект. Я не стала специально останавливаться, скажем так, на всех фондах, потому что у вас, наверное, уже после первой части очень много информации, да, и фонды все разные, цели разные, сроки разные, поэтому сможете покликать по ссылочкам, посмотреть и уже ознакомиться с каждым фондом отдельно. Будут какие-то вопросы, тогда пишите, обращайтесь. А есть ли на данный момент какие-то вопросы, которые вы хотите спросить прямо сейчас? У меня есть вопрос, можно? Вот, то есть я только что услышала, что здесь вот можно для поддержки детей, то есть может быть мне попробовать на Сарема, то есть тут очень много украинских деток, плюс у меня двое своих, и было бы здорово что-нибудь такое вот тоже подумать. А вы сегодня пришли вот эти вот слайды, чтобы я посмотрела, может быть я успею? Слайды я пришлю завтра утром, я хочу одним письмом прислать видео и слайды, у меня они займут немножко времени, чтобы видео загрузить, завтра с утра у вас уже все будет. А сейчас нет возможности ссылку хотя бы в чат кинуть. А вы какой фонд хотели? Вот последний, в поддержку украинских детей. А детей, хорошо. Да, да. Единственное, что там требования... Тоже год надо. Да, что должна быть уже зарегистрирована, по-моему, организация. Ну, как бы сказать, что по времени, да-да-да. То есть я думаю, что сейчас уже это... Да, ну вы посмотрите, и я посмотрю тоже. Да, я хочу посмотреть, потому что идея очень хорошая, и в принципе она просто нам позволяет заняться идеей. Здесь могут подавать также и местные самоуправления, другие организации. Опять-таки, если вы не сможете это сделать сами, то я думаю, что можно обратиться к кому-то за помощью, чтобы подать вместе. То есть если вы вдруг подойдёте по условиям, то обязательно можно найти партнёра. Ну, я не знаю, я с библиотекой поговорю. У нас там контакт с библиотекой есть, наверное, с ними попробую, наверное. И вот смотрите, да, ещё обращу внимание, что когда объявляется какой-то конкурс, да, то, ну, грубо говоря, что, не знаю, если вы занимаетесь музыкой, да, то вы, может быть, не сможете подать в проект, который направлен на защиту окружающей среды. То есть цели вашей организации, да, должны совпадать с идеями конкурса. То есть или как-то устав должен быть составлен так, что у вас прямо такой широкий спектр деятельности, да, или всё-таки у вас должно быть в уставе написано, что чем вы занимаетесь. Ну, допустим, что касается, там, не знаю, ваш устав, да, сейчас. Там культура есть. Ну, культура, культура, спорта, деревня. Это должно быть. Есть у нас такое. Поэтому я и схватилась за эту идею. А у них только вот 4 февраля, позже не будет. У них сейчас, сейчас 9 февраля стоит срок. И, то есть, как бы, это первый раз объявили конкурс. Возможно, то есть есть конкурсы у них, которые повторяются из года в год, есть конкурсы, которые единоразовы. Ну, сейчас не могу сказать. Это тот, который первый раз только. Да, он объявлен первый раз. И на сайте целевого учреждения интеграции у них есть так называемый конкурсный план. Там есть конкурсы на целый год. То есть, что они будут объявлять в течение года. Сейчас еще не утверждено. Обычно они где-то в феврале его публикуют. То есть, можно будет зайти, посмотреть. И там, может быть, уже можно будет, так сказать, готовиться как-то. А будет эта ссылка тоже? Я могу сейчас в чат ее скинуть. И я, скорее всего, в чат, наверное, наш тоже сохраню. И вам отправлю всем, чтобы у вас была возможность потом по этим ссылкам пройти, посмотреть. Хорошо, спасибо. Мне само интересно, так не знаю, как всем. Мне очень интересно. Спасибо. Я бы добавила, все-таки, на всякий случай обратитесь к координатору этого конкурса. Пусть она своим глазами еще раз посмотрит ваш устав и точно скажет, что вы можете. Вот на всякий случай. Да, кстати, что касается координаторов, то есть, у каждого конкурса есть координатор «Контактное лицо». И, то есть, мы можем, допустим, посмотреть ваше ходатайство, как-то его подкорректировать, но вот какие-то такие маленькие нюансы, можно вот это, можно или нельзя, лучше обратиться иногда к контактному лицу, вот именно от этого фонда, который объявил конкурс. Потому что, ну, как вы видите, фондов много, да, и есть фонды, с которыми мы работаем часто и знаем их хорошо, а есть фонды, которые, ну, первый раз, да. И поэтому, если вот консультант, которому в центре предпринимательства говорит, что, ну, это лучше уточнить у фонда, лучше уточнить у фонда. Потому что у них есть опыт, они в оценочных комиссиях, да, то есть, они могут со своей стороны как-то тоже вам подсказать, помочь и, допустим, оценить вашу идею, подходит ли она под условия этого фонда. Потому что со стороны видно и думается вот так, а на самом деле, может быть, это вообще не сюда. Есть еще какие-то вопросы? Вот я скинула конкурсный план, он, к сожалению, только на эстонском у них, да, и сейчас на 22-й год. Ну, в феврале обычно он обновляется, и уже появляется информация про 23-й год. Тогда, наверное, все, я заканчиваю.